Озвучить причины высокой заболеваемости и смертности от COVID-19 в нашей стране, а также отчитаться об использовании выделенных средств на борьбу с коронавирусом, потребовали депутаты от премьер-министра. Мажелесмена Нуржан Альтаев предложил в короткие сроки организовать открытое обсуждение в стенах парламента. Народные избранники также потребовали пересмотреть размер прожиточного минимума. Все подробности в материале Бакатгуля Касовой. Отчитаться перед народом о тратах, объяснить причину высокой заболеваемости и смертности, а еще лучше прийти в парламент, сегодня потребовал от премьер-министра Мажелесмен Нуржан Альтаев. Свой депутатский запрос он озвучил на первом после летних каникул заседании палаты. В прошедшие месяцы казахстанцы, по его словам, столкнулись с ужасающей ситуацией, когда в аптеках не было нужных лекарств, а в больницах свободных коек. Пристроить близких можно было только по большому блату. Медицинские учреждения не были подготовлены к этому. Наблюдался, как я уже сказал, огромный дефицит лечебных препаратов. Особое недоумение вызывает острый дефицит и лекарственных средств, и медицинских масок, возникших в период острой фазы. Депутаты попросили объяснить причины провала в борьбе с пандемией. Настаивая на анализе хода реформ в здравоохранении, они потребовали повысить степень ответственности первых руководителей. Будем откровенны, корни этих проблем, на наш взгляд, в излишнем реформаторском рвении Министерства здравоохранения, особенно в последние годы. Мы все должны понять причины провалов в борьбе с пандемией и, учитывая позитивный опыт прошлых десятилетий, существующих реалий, лучшие наработки международного и отечественного здравоохранения, внести необходимые коррективы в стратегические планы по развитию нашей системы охраны здоровья. Еще один важный вопрос про житочный минимум. По мнению Аманжана Жамалова, его считали люди, которые не ходят ни в магазины, ни на рынке. И 42 500 – цифры, которые у всех на слуху. По словам депутата, эта социальная выплата стала минимальным стандартом для жизни в Казахстане. Вопрос особо актуален на фоне повышения цен на продукты питания, лекарства и услуги. Совсем недавно вице-министр труда и социальной защиты населения спросили, может ли он прожить на 42 500 тенге в месяц. Внятного ответа получено не было. Ему повезло, что его не спросили про прожиточный минимум. Расходы на отдельные товары в структуре прожиточного минимума абсурдны. Создается впечатление, что его считали люди, которые не ходят ни в магазины, ни на рынки. При этом без дохода в период действия карантина остались 2,5 миллиона граждан или 30% от всего занятого населения страны. Можелесмены попросили правительства обратить на это внимание и посодействовать в том числе трудоустройству выпускников вузов. Выпускники, не имеющие трудового опыта, зачастую уже с негативной кредитной историей, имеют наименьшие шансы среди остальных участников рынка труда, чтобы в сегодняшних условиях получить работу или открыть свое дело. При этом, несмотря на фосмажорные обстоятельства, независимые от молодых людей, никаких адресных мер поддержки государством не предпринимается. Депутаты также предложили сформировать комиссию по созданию качественных условий жизни для людей с ограниченными возможностями. Еще один пункт повестки, который рассмотрели на заседании – договор о передаче осужденных между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Аналогичные соглашения у нашей республики уже есть с 21 страной. В Эмиратах, по данным Генпрокуратуры, сейчас отбывают наказание 6 наших соотечественников. 28 передали в прошлом году правоохранительным органам из других стран.